Здравствуйте! В этом видео я буду рассказывать про свои любимые внутриканальные наушники на сегодняшний день, а именно Луна с гор. Это название странное, понимаю, сам долго привыкал. Это внутриканальные, чисто планарные наушники стоимостью около 45 долларов. Планар здесь относительно большой, 13,8 миллиметров. На этом с техническими какими-то данными можно завершать и переходить к эргономике. Форма корпуса абсолютно классическая, стандартная, но она кажется на первый взгляд какой-то большой для чисто однодрайверных наушников. То есть смотришь на сам этот планар, вот ты его видишь, но не сказать, что он прям настолько большой и огромная часть корпуса она пустая. Возможно это нужно было для чего-то там и в ушах это выглядит абсолютно адекватно и нормально. В моем случае максимально комфортно. По амбушюрам я использовал Spiral Dot FX 10. Мне они безумно нравятся. Что понравится вам я не знаю. Кабель родной, стандартный, который здесь есть. Для сверхбюджетных наушников, конечно, очень красивенький, приятный. Я использовал от TRN Medusa. Мне этот кабель почему-то нравится. Блин, вполне себе нормальный. Все, он стоит копейки, но на очень многих наушниках, даже в сравнении с значительно более дорогими кабелями, звук мне нравится больше. То есть я в принципе не особо-то являюсь приверженцем той теории, что кабель прям как-то сильно влияет на звук. Бывает кабель либо же поганый, либо же нормальный. Все, то есть разница между кабелем там за 25 долларов адекватным и 500 долларов, она не существенно абсолютно. То есть это уже по большей части какое-то самовнушение. Но как факт, я использовал несколько восьмижильных кабелей. И в итоге этот обычный простенький кабель мне понравился больше. Ну и плюс он со съемными коннекторами. Можно слушаться разными источниками, что максимально удобно. И по звучанию, чем же оно настолько хорошо? Луна с гор это как КЗ-ПР2, но с исправленными проблемами и уже на два уровня лучше. То есть в плане техничности, разрешения, разделения планов и всего вот этого вот, что именно связано с качеством звуком, они очень сильно крутые, очень классные. Все, здесь нет ни намека на какую-то грязь, на какую-то муть, на плохой контроль, на то, что где-то там проседает что-то, где-то какие-то частоты слишком сильно выходят на передний план. Они максимально сбалансированы. Но в отличие от тех же КЗ-ПР2, они более спокойны по ударам. Не такие резкие, не такие хлесткие, не такие агрессивные. И это делает их более универсальными. То есть если те же КЗ-ПР2 я обычно слушал по 8-15 минут, это была моя нормальная сессия прослушивания для того, чтобы получить те самые эмоции, которые я хочу получить от музыки. То здесь можно слушать больше получаса и лично для меня это уже серьезный показатель. По универсальности все также очень хорошо, потому что у них нет какой-то прям специфичности в подаче каких-то специфических элементов. Поэтому совершенно разная музыка на них звучит одинаково хорошо. Обычно так говорят про всякие музыкальные наушники, когда они звучат одинаково дерьмово на разной музыке. Но это называют просто толерантностью к качеству записи и источников. Они не привередливы. То есть так это вот обычно говорится. Здесь нет, они звучат именно что хорошо на совершенно разных жанрах. По источникам вообще какая-то удивительная ситуация. Потому что изначально слушал на Fio K17, ну в общем-то нормально, да, все адекватно. Подключил к FOSI Audio DS2 и блин, там бы получилось качество звука еще лучше, потому что... И FOSI сам по себе просто дает потрясающее разрешение, потрясающее разделение планов. И наушники это усиливают. То есть бас звучит одновременно и не по планарному как-то синтетически. То есть он вполне себе натуральный, естественный. И при этом он максимально подробный, очень хорошо заходит в сторону суббаса. Круто. И единственное, чего не хватает в этой связке, это протяженность высоких частот. Все-таки когда она утрированная, это уже очень плохо. Но есть естественная протяженность высоких частот. В этой связке ее не хватает. То есть из-за этого высокие частоты, они еще более детальные, подробные и при этом не напрягающие. Но все-таки хотелось бы для такой живости, натуральности и естественности, чтобы буквально чуть-чуть подлиннее они были. Это было бы прям вообще супер. И какой-то следующий шаг после этих наушников, ну фактически уже и финальный, это снова и сплит. Потому что сплиты очень похожи по своей подаче, но при этом намного лучше, намного совершеннее. То есть если здесь прям заход есть в суббас, то в сплитах максимально глубокий суббас, который лупит так, что это аж страшно. То есть реально единственные наушники, в которых мне порой было страшно слушать музыку, это в сплитах. Потому что та эмоциональность, которую они передают, ну это просто что-то с чем-то. То есть там все, прям как живые настоящие инструменты. Ты стоишь на балконе, ты слышишь, как бьет этот барабан эти бочки, и все, у тебя реально начинает сердце биться чаще и быстрее. Очень такой необычный эффект. Ну и естественно по высоким частотам пропасть между сплитами и вот этими луна с гор. Но даже если бы с гор стоили 150 долларов, я бы сказал, что да, окей, они абсолютно и полностью стоят этих денег. То есть те же 7 Гц Таймлесс звучат значительно дешевле, чем они. Потому что тоже вроде как в 8 Гц Таймлесс схожее, разрешение схожее именно качество, но и чуть более синтетичное, и высокие частоты значительно хуже. Здесь это интереснее. И поэтому, чем мне безумно нравятся эти наушники, я в них не чувствую каких-то жестких компромиссов. Да, я понимаю, что есть наушники, которые круче, но нет того минуса, который бы тебя свербил постоянно. Да, хотелось бы больше тех же протяженностей, но в таком случае уже надо изначально купить какой-нибудь источник поинтереснее. Там Айбаса DC-Lite, либо же Астелкерн SP-1000, который очень хорошо в это все умеет. Тогда уже можно было бы делать какие-то дальнейшие выводы. К сожалению, с этими источниками я пока что их не слушался, более какими-то серьезными. Но, тем не менее, с тем же Fio K11 R2R послушал. Очень прикольное, очень необычное звучание. Но да, оно тоже чем-то по-своему было хорошо. То есть, мультибит плюс планар, это вот связка очень сильно такая контрастная. Но интересная, не сказать, что плохо. И, подводя итог, наушники суперские, великолепные. И, я не помню, в этом дубле я говорил или нет, но мне их подарил подписчик. То есть, просто вот взял и подарил. Я офигел. Это было очень неожиданно, очень приятно, за что я ему прям очень сильно и благодарен. И настолько хорошо попал в мои потребности, в мое звучание. Причем, что интересно, мне здесь высоких частот, количественных, чуть-чуть все-таки не хватает. Хочется и больше вот той самой протяженности, и хочется, чтобы количественных было больше. Для этого человека, который мне их подарил наоборот, высоких частот было слишком много. То есть, возможно, амбушюры там какие-то другие были или еще что-то. Но вот такая ситуация. То есть, мне высоких частот мало, ему высоких частот много. Но это уже все такая субъективщина. Поэтому для меня как раз-таки тональный баланс, он и не является чем-то хоть сколько-то важным. Потому что это очень субъективная штука, что одному будет просто пилорама, для другого это глухое, там вот совсем нет ВЧ. Это нормально. Есть качество. Качество, которое вполне себе объяснимо в тех же детальность, разрешение, разделение планов, глубина сцены, ширина сцены. Те же панчи, атаки, насколько они быстрые, насколько они хлесткие, насколько чисто все это звучит. Вот об этом есть смысл, в общем-то, и поговорить. По сцене, кстати говоря, ширина хорошая, мне нравится. Глубина средненькая. И разделение планов есть, но такое, 2-3 плана, не больше. То есть то, что ты очень хорошо различаешь. Ну и воздуха хотелось бы побольше, что, в общем-то, не является проблемой. Потому что, когда наушники имеют прям реально очень хороший воздух в сцене, это влечет за собой огромное количество проблем. Так как сразу же очень сильно повышается требовательность к качеству записи. То есть те самые записи, где сцена изначально уже была прописана отлично. Потому что там, где сцена плохая, может появиться не то, что там какие-то проблемы. Звучание может стать просто грязным и неприятным для восприятия. На этом у меня все. По ссылке в описании ничего вы не найдете. Их там не будет ни на Алиэкспрессе, ни в Нетбоксе. Поэтому все. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.